Международная панорама Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в эфире очередной выпуск Международной панорамы. И говорить мы будем о миротворческой миссии Русской Православной Церкви. Сегодня у нас в гостях Леонид Алексеевич Буланов, президент Кипрского отделения императорского православного палестинского общества. И он, как человек, который профессионально занимается этой проблемой, расскажет, надеюсь, нам много чего интересного. Здравствуйте! Добрый день! Леонид Алексеевич, вы, по сути дела, являетесь представителем России за рубежом, являясь президентом некой общественной организации, которая работает за пределами Российской Федерации. Вот я бы хотел, чтобы вы рассказали вообще, что это, как, какие-то задачи, потому что вы делаете, на самом деле, благое дело, и наши зрители хотели бы узнать и поинтересоваться, и, во всяком случае, узнать новое, потому что мы понимаем, что у нашей религии, у православия, у христианства в целом есть миротворческая миссия, есть какая-то деятельность, связанная с ее международным представительством. Во всяком случае, это очень интересная тема и благое начинание, которым вы занимаетесь. Вот, если можно, несколько слов обрисуйте всю эту ситуацию. Ну, вообще, Императорское православное палестинское общество – это очень старая общественная организация России. Организовалась она еще как общество в 1882 году. В этом году общество празднует 130 лет. Возглавляет общество Сергей Вадим Степашин. Такое согласование было тогда между его святейшеством, патриархом Алексеем и президентом Российской Федерации Путиным на это назначение общественной организации. Общественная организация является международной по регистрации ООН. Значит, она имеет право уже по международным нормам регистрировать свои отделения в различных странах. Вот официально зарегистрированных международных отделений существует три. Это палестинское, израильское и кипрское отделения. Ну, таким образом, так сказать, мы как бы стали геополитически в другой стране, как общественной организацией. Вообще, таких регистраций очень мало. Общественных организаций именно ратички. Это очень мало. Хотелось бы, чтобы больше наших общественных организаций, в частности, православного, христианского толка регистрировались за рубежом. И, во всяком случае, мы бы имели такой элемент народной дипломатии, который позволял бы хотя бы улучшать наш имидж и узнавать о России. Ну, вообще, международный уровень – это крайне непростой уровень. Нас там особо не ждут. Вот, например, израильское отделение, оно регистрировалось, если я не ошибаюсь, более семи лет. А сергиевское подворье отдавалось более шестидесяти лет императорскому православному, палестинскому. То есть, они не спешили отдавать нам? Они не спешили. Это международное законодательство, мы находимся на другой территории. Это надо понимать крайне четко, что они нам разрешили заниматься юридической, правовой деятельностью на территории другой страны. Это уже большое достижение Российской Федерации. Это без всякого сомнения. Вообще, какую же роль играет само императорско-православное палестинское общество и присутствие его в Средиземноморье, в Святых Землях? Какие цели? Ну, вообще, есть общество устав. Уставе достаточно четко прописано. Устав, он переделывался и переделывается, но сущность остается. То есть, присутствие в Святых Землях. Кипр мы вообще воспринимаем как больше обшорную туристическую зону. У Кипра специфический имидж у нашего бизнеса. Но это действительно так. Вообще, более 50 инвестиций, которые приходят на российскую землю, они приходят с Кипра. Кипр – третий по величине остров в Средиземном море. Он расположен в северо-восточной части Средиземноморья на расстоянии 380 километров от Египта, 105 километров от Сирии и 75 километров от Турции. Богатейшее культурное наследие – главное сокровище народа Кипра. 35% территории острова при поддержке турецких оккупационных сил контролирует самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра. Около 4% – буферная зона ООН. Примерно 3% – военные базы Великобритании. Остальное – республика Кипр. Столицей республики является Никосия. Город фактически разделен на две части – греческую и турецкую. Индустрия туризма – одна из главных статей национального дохода. В этом секторе трудится значительная часть населения, а прибыль, приносимая туризмом, является главным источником поступления иностранной валюты в бюджет республики. За последние четыре года число посещающих Кипр туристов и паломников увеличилось почти на 30%. Кипр относится к Святой Земле. На Кипре очень много монастырей, древних монастырей, ставропедиальных монастырей. Что такое ставропедиальный? То есть это независимый монастырь. У нас называется монастыри, которые сами себя обеспечивают. Крестовоздвиженские монастыри. На греческом языке ставропедиальные. То есть ставрос – это крест, педиальный – независимый монастырь. Такой, как Махерасской Божьей Матери, Кикской Божьей Матери, те, которые рисованы лукой иконы. А вообще, если здесь идти еще дальше, чем вот сейчас мы, как отделение, занимаемся, то есть до революции паломничество осуществлялось так, что сначала православные приезжали на Кипр и посещали три основных монастыря. Православные, в смысле, россияне. Это дореволюционный период. Потому что само императорское православное палестинское общество, оно и было направлено на паломничество. Это не была конкуренция церкви, это была помощь церкви, в которой императорское православное палестинское общество помогало осуществлять это. Раньше из пяти потраченных копеек на Святой Земле и ППО отдавало две копейки. Я бы хотел вернуть вас все же к началу нашего разговора и несколько слов о самом обществе. Вы сказали, что вы президент отделения. Вот где находится штаб-квартира, сколько всего отделений, если не секрет, сколько человек работает, какие мероприятия. Общество небольшое, оно не больше 600 человек. Но это большое общество, 600 человек? Я думаю, что нет. Сейчас по новым законам 500 человек могут даже партию в России регистрировать, поэтому 600 человек для нас это весомая церковь. В Российской Академии Естественных Наук там почти около 5000 членов. Я считаю, что 600 человек это незначимое общество, учитывая огромнейшее количество регионов и стран СНГ, которые оно захватывает. То есть, действительно, члены это те, которые имеют билет и которые приняты в обществе официально собранием. А по решению общего собрания произошла именно регистрация на Кипре. То есть, решило общее собрание, чтобы это произошло. Общество действительно очень старое. Сейчас оно находится в центре Москвы. Еще господином Лужковым, мэром Москвы, было дано помещение, где сейчас оно реставрируется. И к 130-летию оно будет открыто. Я думаю, будет торжественно открыто. Уже стали проходить и научные конференции. Последняя конференция была в Институте Российской истории. Вел ее Сергей Вадимович Степашин. Было много выступающих и ученых, в том числе и историков. Вышел сборник. Вообще, чем знаменита само ИППО? Своим сборником. Вестник императорского православного палестинского общества, который выходит с 1882 года. Ну, эта дата действительно серьезная. Я бы все же хотел остановиться на международной составляющей вашей деятельности, потому что все же это в рамках нашей программы. Нас интересует тема, как вот такие общества, как ваши, общественные организации, могут нести на себе миссию представления интересов России, ее культуры, ее религии в зарубежных странах. Вот в частности, вы говорите на Кипре. Что сделано? Как это работает? Есть ли какие-то реальные результаты в рамках восстановления наших храмов, наших каких-то реликвий? Кстати, сейчас очень интересная тема, тема паломничества, которая стоит. Она развивается и оказалось, что очень много туристических фирм, которые начинают заниматься этой проблемой, скажем, паломничества и зарабатывают огромные деньги, не предоставляя те услуги, которые должны предоставлять. Вот комплекс вопросов, который интересует в целом любого человека, когда он слышит о том, что есть какое-то отделение, какого-то общества за рубежом. Что оно дает? Действительно ли оно является организацией, образованием, которое, скажем, помогает стране, развивает культуру? Понимаете, вот я бы хотел, чтобы вот на этом мы с вами остановились. – Ну, здесь, понимаете, такой вопрос, конечно, очень объемный сам по значению своему. – Вот вы говорили о храмах, о том, что начались служения в храмах. – Да. – Мы, я как уже отмечал, мы находимся на другой территории, и должно быть очень много согласований, не только с киприотами, но и с посольством, которое возглавляет Шумский Вячеслав Дмитриевич, наш уважаемый посол, и с другими общественными организациями. А вообще на данный момент есть две организации, которые представляют. Это организация Россотрудничества, АКДС Филия. Филия переводится «друзья» с греческого. И, по сути говоря, мы. Остальные организации находятся при Россотрудничестве на Кипре. Там как объединение бизнесменов, женщин России. – Россотрудничество – это МИДовская организация. – Это МИДовская организация. Что же делаем мы на Кипре? Вообще цели и задачи императорского православного палестинского общества, они прописаны в уставе. Мы хотели на данный момент возродить паломничество, которое было до революции. Я стал об этом говорить. Паломничество сначала на Кипр. То есть, есть там три святыни. Это Кикская Божья Матерь, церковь Святого Лазаря и Ставровуни, где хранится часть Святого Креста. То есть, раньше паломники приезжали, в основном на корабле, конечно, на Кипр. И начиналось паломничество именно с Кипра. Потом они возвращались в Израиль, в Яв. И они посещали три этих монастыря. Церковь и два монастыря. Один мужской монастырь. В особенности очень красивый монастырь – это Кикской Божьей Матери, который находится в горах Троудоса. Очень красивая церковь Святого Лазаря, постройка еще девятого века. Льва Комнина – это византийского императора. Даже очень интересно, когда заходишь в церковь, как в катакомбную церковь, спускаешься по ступенькам, порядком там где-то, наверное, я думаю, что полутора метров. То есть, это говорит о естественном слое, который возник рядом с церковью за долгие века. И уже под алтарем ты спускаешься, где нашли мощи Святого Лазаря. Это был друг Христа. Христос писал, что Святой Лазарь – это мой друг. И потом, когда Христос уже был распят, Лазарь приехал, 40-дневный Лазарь, как его называют, он приехал на Кипр и стал первым епископом, который был возведен Павлом и Марком апостолами в епископское звание. Потом, кстати, уже к нему и приехала Богородица Святая Мария. Вот, когда ей началась буря, она приехала к Афону. Первично она ехала на Кипр. Большая часть населения Кипра – этнические греки исповедуют православное христианство, этнические турки – ислам. Кипрская православная церковь играет заметную роль в общественно-политической жизни страны. Предстоятель Кипрской церкви – архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра. Помимо храмов, а их насчитывается более 500, на Кипре есть 11 древних монастырей, которым принадлежат значительные и наиболее плодородные земли острова и другая крупная собственность. Конституция Кипра 1960 года гарантирует право свободы слова, совести и вероисповедания. На острове нет религии, признанной официальной, все течения являются равными перед законом. Конституция также гарантирует защиту прав религиозных групп, которые составляют меньшую часть населения – католики, армяне и марониты. Вот Кипр – развивающаяся страна, значит, динамично развивающаяся, туризм был, потом страна была офшорной зоной. Во всяком случае, сейчас они ищут нефть или газ на шельфе, и это уже какое-то второе дыхание экономики. Но вместе с тем, страна очень религиозная, очень религиозная. Я знаю очень много людей, живущих местных жителей киприотов, которые просто в своей повседневности чтят все праздники религиозные, ходят в церковь. Это настолько обычно, это настолько гармонично внутри них, что, например, на Кипре нет, по сути дела, вот той самой преступности уличной, именно уличной преступности, которая наводнила наши города, наши села и наши районы. И, по сути дела, ничего, как Кипр – пример того, что там, где доминирует в абсолюте своем церковь православная, потому что ничего там не решается без церкви, и все решения парламента, государства в конечном итоге архиепископ все это просматривает и дает свое благословение, либо не дает. И демократия, кстати, там очень открытые выборы, да, и так далее. Вот ваше мнение вообще по этому поводу? Насколько мы готовы, Россия, стать таким государством? Мы должны оставаться и светским, и православным государством. Уже говорить совсем о православном государстве – это будет очень большой скачок. Такое в истории русского государства, наверное, только при патриархе Никоне наблюдалось, что наиболее приближение произошло именно церкви и светской власти. Но я не скажу, что столь близки вообще между собой светские власти Кипра и религиозные власти. Близки, да, потому что традиционно, действительно, просто греки, они традиционно верующие. Потом не нужно забывать, что у нас 10 веков христианства, но я округляю, а там почти два века. И, например, на Кипре есть одна из первых церквей, это датированная, сохранившаяся 45-м годом нашей эры. Это церковь Святой Феклы, недалеко от Теанапы и Протараса. Подобного вообще ничего не найдешь, вырубленная в скале крестом. На церкви признается как и брак религиозный, так и брак и светский. Но все старые люди, например, признают брак именно религиозный в церкви. Это пронизано всем Средиземноморьем, культура. И, в общем-то, преступность сейчас, когда Кипр вошел в ЕС в 2004 году, она поднялась. И уже нет такого большого количества дверей со стеклом. Больше стоит видеокамер, в особенности в Никасии. Ну, это последний период. Но вот лет 10-15 назад там вообще ничего не охранялось. Я бы сказал, что там райское место было. Да и сейчас, по сравнению с нашей действительностью, там действительно райское место. Вот я хочу понять, все же вот религиозность. Причем там такая повседневная религиозность. Там это не фетиш, это не мода. Там действительно верят в Бога. Там действительно с ним общаются. Причем общаются без пафоса, без вот какого-то внутреннего такого, скажем, надрыва. Они считают, что просто это их обычная жизнь. Да, это обычная жизнь. Это совершенно нормально. И я не вижу здесь ничего странного. Вот последний приезд пояса Пресвятой Богородицы, который выехал впервые с Афона, он показал вообще не то, что писали в газетах, что люди идут вообще к поясу в отчаянии того, что они уже не надеются на власть, а надеются только на Бога. Не надеются на докторов. Да, это показывает религиозность людей. Так что я думаю, что вот это вот такая искра, божественная искра, нисколько меньше в русском обществе. И почему бы это не преподавать, так как это было до революции, когда изучали врачи, юристы, богословие. Это было совершенно нормально. Так что... Вот что касается пояса Богородицы, я проезжал по набережной, видел сотни голодных, мерзнущих людей, которые по сутками стояли для того, чтобы притрунуться. Я не знаю. Но многие говорят, что там рядом у нас, рядом, я сейчас ошибусь в названии, есть старейший храм в Москве, где частичка этого пояса была. То есть у нас тоже очень много в России реликвий. Но туда почему-то никто не ходит. Может быть, это вот какая-то вот как рекламная, может, акция, или все вдруг решили, что жизнь изменится, если они пройдут, дотронутся до пояса. Ну, во-первых, здесь очень важная вещь, что женщины в основном стояли в очереди, это отмечали с детьми, потому что женщины не могут побывать на фоне, на фоне могут побывать только мужчины. Я был около пояса, и надо было посмотреть на лица людей. Это лица верующих людей. То очень большая разница. Светский человек с циничным, ну, так скажем, наглым восприятием жизни, человек верующий, который понимает свою жизнь только с разрешения Бога и понимает, что все настолько бренно и чувствительно в жизни, что если не будет благословения Всевышнего, то вряд ли его жизнь куда-то будет двигаться. Это интересно. А вот вы в самом начале разговора нашего коснулись того, что появляются, очевидно, с помощью и вашего отделения, вашего общества русские храмы, и там служат на русском языке. Вот что по этому поводу? Тоже очень интересно. Ну, мы конкретно не имеем отношения, естественно, к постройке русского православного храма, потому что это имеет отношение только к русской православной церкови. Но мы чем можем, будем помогать и способствовать этому. Да, на Кипре в октябре месяце в городе Лимассоли стал строиться храм Николая Угодника. Я думаю, что он будет строиться несколько лет. Храм достаточно большой. И уже на протяжении 15 лет русские хотели построить там храм. И русская православная церковь писалась большое количество писем. Ну, а вообще в ближневосточном христианстве, даже, предположим, если бы это разрешил архиепископ Кипра, блаженнейший Хризастон II, то все равно должен был бы разрешить митрополит Лимассола. Митрополит Лимассола долго не разрешал. Это очень долгие согласования. В церкви все идет крайне медленно. Но, наконец-то, он подписал документы. Благословил, скажем так. Благословил, да. Там были соединены два участка земли в элитном районе Лимассола. И церковь уже начала строиться. Архиепископ Кипра, блаженнейшему Хризастому, патриарх, поблагодарил его. И в январе месяце, если я не ошибаюсь, 18 и 19 января они встречались. Он приезжал в Москву. Патриарх Кирилл вручил ему премию и поблагодарил за то, что церковь, еще одна на Ближнем Востоке, будет построена. Но, к сожалению, по миру не так много церквей. Но они есть. Недавно построилась, я знаю, церковь в Риме, Святой Екатерины. Вот недавно получилось согласование о том, что церковь будет в Мадриде. Ну, православных это лично очень радует. Естественно, понимаете, когда у Павлова, Нобелевского лауреата, врача, так скажем, у его коллеги спросили, а вот вы верующий человек? Почему? Хотя вы ученый. Говорит, ну я верю в Бога и все. То есть он... Вот такой вот был ответ. Этот вопрос, может, был интересен в советский период. Сейчас, я думаю, он уже не злободнен, потому что верят в Бога многие. И наука как бы приблизилась к Богу. И это тоже очень хорошо. Вы знаете, Святой Агустин сказал, что наука является лишь только объяснением присутствия Всевышнего на Земле. Хорошо, что у нас спор перешел в такую теологическую нишу. Я бы хотел все же вот про подворье, которое в Израиле мы отсудили. Вы сказали, что 60 лет. Поподробнее расскажите. Это очень интересная тема. Да, не отсудили мы, а оно было передано. Ну, передавали, да. Отсудили, может быть, да. Я очень резко сказал. После революции мы много потеряли в Святых Землях. И, кстати, ведь инициатором покупки земли в той Палестине никогда не было еще Израиля. Это подворье принадлежало императорскому двору, да? Императорскому православному палестинскому обществу. То есть, вам, по сути дела. Ну, в общем, да. Нашим предшественникам. А после революции мы потеряли это. То есть, коммунисты ведь от многого имущества церкви они отказались. И зарубежная церковь взяла это имущество. Но общество действовало. Оно действовало под эгидой Российской Академии Наук. И с 1924 года оно долго действовало. Но, к сожалению, оно не получило такой большой активности, как хотелось бы. Например, строящаяся церковь тоже Николая Угодника до революции в Вифлееме была потеряна. Хотя сейчас был подарен Вифлееме на дел земли, на котором уже к мае месяцу построится культурный и деловой центр императорского православного палестинского общества и будет передан Россотрудничеству. Но у нас там будет как бы часть помещений. Вы построен вами, вы общественная организация, а передан к госструктуре. Потому что Россотрудничество это агентство. Да, надо его содержать. И здесь не надо забывать, что содержание за границей зданий, уплата налогов и многое другое, я не буду причислять, это очень дорогое удовольствие. И таких, в общем-то, аналогов много. И цель это именно в деловом и культурном сотрудничестве, это именно цель Россотрудничества. Скажите, вот миссия, миссия православия нашего, по сути, миссия миротворческая, она помогает, вот что она делает на местах? Она помогает нашим там гражданам, да, очевидно, паломникам, или я ошибаюсь, или идет какой-то культурный обмен. Во всяком случае, что это вот в таких реалиях? Ну, я думаю, что здесь и паломничество, и культурный, и деловой обмен. То есть, кому это, так скажем, интересно, или кто идет по этой стезе. Вообще, так предположим, как Мальтийский орден, который образовался в 1054 году, он был направлен папской церквью для охраны паломников на святую землю. Это были те же госпитальеры. То есть, там же была нужна и врачебная помощь, открытие госпиталей, сопровождение их рыцарями. Также было открыто императорское православное палестинское общество. То есть, сопровождать, помогать паломникам в быту, врачебной деятельности, потому что и участвовали врачи в этом во многом. Ведь путь был недолгий, был очень долгий. Очень долгий, да. И в прошлом, и позапрошлом веке. Это мы сейчас можем сесть на самолет, три часа мы уже в Израиле, или четыре часа мы уже на Кипре. А тогда было долго, проблематично и очень опасно. Разбойников на пути... Кстати, такие описания есть исторические. Разбойников на пути могло встретиться очень долго, в том числе... Очень много. Очень много, да. Простите. Таких описаний есть и в православном вестнике. Очень много. Что шли ведь через Грузию, через Турцию, через Сирию. Таким путем, если сухопутным. Это было крайне опасно. Поэтому здесь императорское православное палестинское общество именно старалось. И раньше государство выделяло деньги, то есть императора. Это была очень большая сумма. 275 тысяч рублей выделялось на содержание императорского православного палестинского общества и на паломничество. Вы сейчас не получаете ничего от государства? Ну, я надеюсь, что само общество в итоге добьется. Может быть, авторитет Сергея Вадимовича Степашина все-таки будет выделение. Что делаете? Разговоры об этом, по крайней мере, присутствовали и на конференции, в том числе, на научно-исторической конференции. Вот визит нашего патриарха в Сирию. Сирия сегодня – это горячая точка, где очень много проблем и решаются судьбы Ближнего Востока. Мы неоднократно обсуждали это в нашей студии, проблемы Ближнего Востока. И вот визит патриарха. Он как бы явился таким символом, что православная церковь, а там есть наши православные храмы, она несет на себе именно миротворческую функцию. В ноябре прошлого года святейший патриарх московский всея Руси Кирилл посетил Сирию. Он призвал жителей страны, где в середине марта 2011 года прошли первые серьезные антиправительственные выступления, решать все проблемы путем диалога, избегая кровопролития. Патриарх московский всея Руси выразил глубокое убеждение, что мирным путем, путем диалога можно решить все проблемы. История учит, когда человеческая кровь проливается, тогда трудно решать проблему, заметил патриарх еще на брифинге в аэропорту, прилетев в Дамаск. Я верю в то, что историческая мудрость народа, историческая память народа поможет ему и в это непростое время. Объединить усилия для мирного и справедливого решения тех проблем, которые сегодня стоят. Сирию и Россию связывают добрые взаимоотношения. На протяжении долгих лет Сирия – страна с огромной культурной традицией, и там веками мирно сосуществовали христиане и мусульмане. По словам патриарха, в русской церкви молятся за сирийский народ. Христиане составляют 10% от 23-миллионного населения Сирии. Они считают себя ее коренными жителями, поскольку жили на этой земле задолго до того, как сюда пришли мусульмане. С тех пор, как в VII веке арабы-мусульмане завоевали земли Византийской империи, ислам и христианство существуют на земле Сирии бок о бок. Визит патриарха Кирилла в пределы антиохийского патриархата – третий в череде так называемых мирных визитов, которые по традиции совершает патриарх главам других поместных православных церквей мира. Осуществляются они в порядке исторического первенства. Сперва Константинопольская церковь, второе место занимает Александрийская, третье – антиохийская. «Хотел бы взаимно выразить вам, мои дорогие братья и сестры, уважение и выражение добрых и братских чувств со стороны нашего народа». Миротворческая функция, которая заложена в вашей организации, по сути дела, много лет, которая вами осуществляется, насколько она сейчас необходима в решении ближневосточных проблем, вообще в решении проблем, может быть, на территории СНГ, потому что вы знаете наши сложные отношения с Грузией, например, там есть дружественная нам церковь и осуществляются межцерковные взаимоотношения. Как вы оцениваете, во-первых, визит патриарха в Сирию? И насколько, на ваш взгляд, эта функция и роль нашей православной церкви должна развиваться, должна усиливаться, особенно в условиях нынешней нестабильности? — Ну, вообще, это исторический визит, потому что в любом случае визит патриарха, так скажем, человека вообще по сути миротворца, человека глубоко и высоко стоящего как над мирянами и близкого бога. — Ну, и с большим международным авторитетом, скажем так. — Да, с большим международным авторитетом. То есть, по сути говоря, я думаю, что он показал то, что он защитил антиохскую церковь, в данном случае, которую возглавляет патриарх Игнатий. Кстати, он знает русский язык и во Франции окончил духовную академию именно и Сергия Радонежского. Ведь нечасто патриарх даже может немного говорить на русском языке, хотя это уже пожилой человек ему за 90 лет. Мне вот показалось, я вчера советовался даже с арабистами, что натиск после визита патриарха стал несколько меньше на Сирию. Вам так не показалось по событию? — Ну, показалось. Я думаю, что здесь как бы другой анализ. То есть, может быть, вот именно эта церковь получила какое-то, скажем, благословение, и вокруг нее ослабли какие-то напряженности. Я извиняюсь за тавтологию, но на самом деле сирийский вопрос очень сложен. Он является ключевым для многих ближневосточных и восточных проблем. И это отдельная тема для разговора. Я бы хотел именно, чтобы вы сказали о перспективе вообще этой деятельности. Вот визит, вы сказали, что это историческое событие. Я тоже считаю, что абсолютно историческое, особенно когда патриарх приезжает в самые тяжелые минуты, там, когда, вплоть до того, что идут боевые действия, там, оппозиция стреляет. — Я думаю, что просто здесь показали, что русское государство и русская православная церковь поддерживает Сирию. На мой взгляд, именно так произошло. Понимаете, ну вот даже события взять в Ливии, что меня, например, поразило, что греческая церковь православная там была разграблена. Были украдены иконы, мощи, разрушена церковь. — Да, ушли священники. — Которые при Каддафе, в принципе, там работали. — В Триполи там была, насколько я знаю, одна церковь. И, кстати, только киприоты вообще стали охранять эту церковь, закрывать, что еще осталось. Это консул, и все кипрское посольство уехало. — В Ливии. — В Ливии. Это интересно, мы не знали этого. — Да. — Действительно, вообще средства массовой информации мало что объявляют. И церковь была просто разграблена. И я просто хотел подчеркнуть, что именно консул и посол Кипра, они остались и только охраняли церковь. Остальные практически все разъехали. — Православную нашу? — Нет, православную греческую. — А, греческую православную церковь. — Да, нашей церкви там нет. Это вообще достаточно большая редкость, чтобы русской православной церкви, потому что так же построить церковь на другой территории, это очень маленький, очень трудный вопрос. И немаленький. А в Риме, например, я знаю, что столетиями даже просили, что там и происходит разрешение Папы в том числе, чтобы поставить церковь. И там было достаточно много проблем, потому что она стояла на возвышенности, и она могла стать выше других соборов. И пришлось убирать часть земли. Это огромнейшая строительная работа, чтобы церковь несколько опустилась. Всестроение очень красивое. Церковь Святой Екатерины. Ну, я знаю, что даже создан видеофильм о этой церкви. Большой комплекс, который строится во Франции, ну, и многое другое. А здесь вообще в антиохской церкви, если вернуться к Сирии, всего лишь 3% христиан. В Сирии не так много христиан. В основном это мусульмане. Но уважение к православным, оно достаточно большое. И антиохская церковь, она одна из самых старых церквей. Ведь название Антиохии, оно возникло... То есть, был второй по значению при Иерусалиме город Антиохия. Это было на границе Сирии и Турции. И поэтому стало называться потом уже Антиохская православная церковь. Этого города практически уже нет. А как бы церковь осталась с этим названием. Ну, мне кажется, что произошел какой-то даже перелом после визита патриарха. Это вот лично мое мнение. Я у вас спросил. Вы сказали, что это трудный вопрос. Я думаю, что это будет еще продолжаться очень долго. То, что христиане уже консолидируются. И таким образом находится общий язык. Мне кажется, что вот это вот очень хорошо. И, конечно, совет ближневосточных патриархов ведь есть. Куда входит Константинопольский патриарх Варфоломей. Антиосский, Александрийский, Иерусалимский. И архиепископ Кипра. Блаженнейший Хризостон II. Это ближневосточный еще совет есть. К сожалению, нас, как русскую православную церковь, туда не берут. Но этот совет немаловажно решает. В том числе, предположим, экологические проблемы, христианские проблемы. Хотя вообще сейчас позиция христианства крайне слаба. И речь даже идет... На Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, да. Потому что... Ну, а что здесь? Очень просто это ответить на этот вопрос. Потому что вообще Константинопольская церковь, она вообще не богата. Ее крайне притесняют турки. Крайне притесняют. Здесь... Ну, просто вплоть до того, что в некоторых случаях в церквях православных стоят с автоматами. Это как бы для христианина это выпиющее вообще, так сказать, происходящее. Это с целью охраны, да? Просто служба. Ну, это служба безопасности. Этой церкви. Этой церкви, да. И здесь вопрос несколько сложнее. Но, предположим, Северный Кипр. Ведь то, что это оккупированные зоны, это совершенно понятно. Но на оккупированной зоне осталось более 500 старинных церквей. Ведь чем нам близок Кипр как территория? Мы приняли христианство от Византии. Кипр относится к той территориальной целости Византии, которой была. Практически вся Византия разрушена турками. Та старая часть Византии, понимание ее, Константинополь. Конечно, остались храмы. Но первые нетронутые храмы, которые еще стоят до сих пор, это именно византийские старые храмы Кипра. Которые я уже и перезывал. Это Кикская, Махеранская, Ставровуния и так далее. Вот чем интересен именно православным как исток. Куда же нам заглянуть? Где увидеть настоящее? Где увидеть исток? Вот это очень важно. А северный Кипр, это ведь захоронение Варнавы, апостола, который был убит и захоронен. И в V веке найден архиепископом Кипра. За что, кстати, архиепископ Кипра получил буллу, по которой он имеет право расписываться красными чернилами, носить красную мантию и держать скипетр. То есть, равный патриархам. Это было всегда думать, что папа может расписываться красными чернилами. Нет, архиепископ Кипра. Ну, это да, своя какая-то иерархическая тема. Это нет, очень важная вещь. Ведь Сталин тоже расписывался красными чернилами в некоторых случаях. Да. Но это был красный чернильный карандаш. Вот. Это такая символичность. Не будем обидеть эти две темы. Да. Там и был и святой апостол Андреас. Там и проповедовал и Павел. Там много очень старинных монастырей осталось, которые, к сожалению, турки разрушают. Ну, представляете, старинные византийские фрески выбиваются и продаются на европейских аукционах. То есть, при которой нету... Есть эти факты. Есть эти факты, да. Почему Европарламент это не обсуждает до сих пор? Ну, архиепископ Кипра вообще неоднократно ставил этот вопрос. К сожалению, он замалчивается. И вот последняя статья, которая была, архиепископа Кипра, наш редактор сайта брал и журналист у него интервью. Он говорил об этом и крайне возмущался этому. Но, к сожалению, на данный момент очень значимую роль на оккупированной зоне, естественно, играют турки. Хотя несколько договоренностей уже есть. Например, отремонтировать монастырь и церковь Святого Апостола. Это именно на хвосте Кипра. Там же есть пункт проезда и территории общаются. Местные жители могут свободно или с предъявлением паспортов проезжать. То есть, это большое дело уже для обмена. Поэтому, как бы, вопрос... Зона открылась, да. И, по-моему, даже есть пешеходная зона в Никосии, которую можно пройти. Это еще было до входа в ЕС. Такое решение. Но ведь контроль оккупированной зоны, ну, так будем ее называть, именно находится у турок. Вот на прошлое Рождество, когда в одном из церквей стала происходить служба, то военные просто сорвали рясу со священника, который на Рождество служил службу. И запретили там. То есть, живут несколько пожилых людей в деревне, греков осталось. И шла служба, при которой пришли просто и турки сняли рясу. Ну, таких случаев очень много. Это не только сейчас. Но на территории... Турция крайне препятствует. Турция крайне препятствует вообще православию. Вот я, например, могу сказать... Хотя сами киприоты, я имею в виду греческая часть, они не препятствуют исламу. Там есть одна и святынь, вы знаете, и мечеть. Да, это было. И там проходят службы, да. И вот, как бы, здесь интересная тема. Там они даже не только не препятствуют, но и помогают. Там место, где упала с лошади и умерла тетя Магомед. Да, да. И оно крайне чтится... Рядом с аэропортом там. Да, да, да. В том числе и крайне чтится и паломничеством мусульман. А препятствий там очень много. Ну, вот я, знаете, я думаю, что многие знают. И, кстати, мощи приезжали в прошлом году с Беридон Тримифунский. Наше отделение решило все-таки уточнить место расположения. Это реальная личность, легендарная личность епископа территории Кипра Спиридона Тримифунского, который участвовал на Первом соборе в 325 году, который был собран равноапостольным Константином. И мы решили найти это место. Где же вот он реально жил и был? Это на оккупированной зоне. Мы поехали, с большим трудом нашли. У нас было трое человек из отделения. Мы взяли с собой, я не знаю турецкий язык, мы взяли с собой турецкоговорящего и нашли старика, который еще помнит, где стоял этот храм. Сейчас же стоит на этой зоне турецкая армия. То есть там, где стоит храм Спиридона Тримифунского, находится военизированная зона. Почти 10 гектаров турецкой армии. То есть она закрыла ту церковь до доступа, в том числе и православных. Когда мы даже проезжали мимо входа в военную базу, просто был передернут затвор, и мы поняли, что даже не стоит останавливаться. Затвор автомат. То есть турки объявили, что они там сделали музей Спиридона Тримифунского, но никого туда не допускают. Святителя Спиридона Тримифунского. Так что вот это место Тримифуш, сейчас называемая деревня Тримифуш, это реально был епископ, который служил и посреди земноморья очень известен. Несколько меньше он известен у нас. У нас есть в центре Москвы на Брюсском переулке церковь, где хранится в иконе частичка его мощей, и она очень чтится православными людьми. Ну вот, наше отделение конкретно именно вот этим занялось. Леонид Алексеевич, вот еще один вопрос, такой он касается, скажем, общего такого нашего, я всегда говорю современное слово, православного тренда в мире. Потому что несколько лет назад, это уже история, произошло объединение русской православной церкви и зарубежной православной церкви. Торжественно все приезжали в Москву. Вот как вы оцениваете вообще, изменилась ли общая ситуация? Потому что я помню, что это был период такого, не просто противоречия, а противодействия той церкви, хотя люди одни и те же, да, там русские, здесь русские, тут православие, там. Произошло объединение, историческое событие, которое трудно переоценить. Вот что это сейчас дало нам? Чувствуете ли вы как руководителя этого отделения? Или все так идет, как бы шло, и ничего не заметно? Ну, я этого не чувствую. Хотя событие, которое произошло, оно на уровне общения иерархов церквей. Потому что сами православные люди, они как были, их объединяло ведь идею Христа и веры. А здесь речь шла, ну так скажем, о пониманиях именно связи, ну так скажем, бюрократической связи церквей. А для православных людей это не представляло. Были же, были какие-то канонические ограничения в части того, что, например, там, если ты прихожанин этой церкви, там, православной, то ты должен как-то регистрироваться, либо тебя не допускали. Но я знаю точно, что были канонические какие-то различия, которые не позволяли человеку, там, приехавшему из России, там, зайти. Не то, что, ну, зайти, я не знаю всех тонкостей, ну, там, либо исповедоваться и так далее. И об этом сказали, что вот это объединение произошло и, наконец-то, нам станет легче. Во всяком случае, вам в своей деятельности, вот после вот этого исторического события, стало ли легче работать? Или вы, как бы, считаете, что это объединение, оно и так произошло там на небесном уровне, скажем так? Ну, я не отвечаю за царствие небесное, да, вот, но мне кажется, что вообще все было достаточно хорошо, и это был просто путь такой, как рано или поздно он произошел, потому что мы вошли в мировое сообщество, и это просто, скорее всего, была даже необходимость. Ну, естественно, что это произошло, тем более, что это сделал патриарх Кирилл, это еще более, так сказать, подчеркивает его историческую личность, потому что может многое забываться, но именно это событие не изменится. И потом, на протяжении всего христианства, вообще было столько всего, вот здесь вот вспомнить Деклетиана, да, вот вы, как историк, Деклетиан пришел к власти в 284 году, 29 августа. И только гонения на христиан, которых не было равным во всей истории христианства, начались в 303 году. И ведь то, что ты христианин, это была смерть, храм обязательно разрушался, или ты отказывался от христианства, ведь раньше, предположим, ценности тоже менялись за все это время, и человек раньше не крестился с самого рождения, а крестился уже в зрелом возрасте, то есть осознавая и приходя христианство. То есть пусть христианство вообще очень долгие, уникальность церквей состоит именно в том, что они прошли через века, создав и вберя в себя такой опыт истории, развития, что я думаю, что как историк вы просто это понимаете, и понимаете, что сохранив, ну так скажем, организацию, как сущность, это уже очень крайне непросто. Потом, что же делали вообще люди на протяжении всех веков, они что, занимались ерундой? Нет, конечно, они совершенствовали столько моментов, которые сейчас нам уже при современном строе светском крайне очень помогают. И я думаю, мне кажется, что я, вот, например, вижу тенденцию, что больше и больше людей приезжает и на Кипр с паломничеством, больше входит в храм, а самое главное, если мы раньше привыкли видеть старых людей в храме, то сейчас больше молодых, а самое главное, образованных людей. То есть они приходят не от какого-то отчаяния, а от понимания и образования своего, образования к Богу, что они понимают, что не только ручка-карандаш, то, что он написал или то, что он прочитал, может быть, и решающим в жизни нет, конечно. Есть более вещи тонкие, которые, ну, иногда даже очень трудно воспринимаются и могут восприниматься только с годами. Спасибо, Леонид Алексеевич. Вы затронули вообще очень интересную тему. Во всяком случае, это была первая наша программа, в которой мы говорили о миротворческой роли Русской Православной Церкви. Я надеюсь, что вот после вашего прихода мы продолжим эту тему. Она очень интересная, потому что то, что вы делаете в рамках своего общества, это такая публичная народная дипломатия. Вы представляете нашу страну, нашу религию, нашу культуру за рубежом и делаете действительно благое дело для всех нас, для всех россиян. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время, пришли в нашу программу, а с вами хочу попрощаться. У нас в гостях был Леонид Алексеевич Буланов, очень интересный человек, президент отделения Императорского Православного Палестинского Общества. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...